Привет, с вами снова я, Дмитрий Фреско. Сегодня я хочу порадовать вас мясоедом. Я люблю вкусно есть, готовить и угощать друзей и близких, как надеюсь и вы. А вот тратить слишком много времени на пухонные танцы мне не нравится. У меня есть еще масса других увлечений, поэтому больше всего меня привлекают рецепты либо быстрые, как паста с ее разнообразными соусами, либо долгие, но требующие моего минимального участия. Например, так. Все нарезал, сложил в кастрюлю, поставил на плиту и ушел по своим делам. Возвращаешься через пару часов, а в кастрюле кулинарный шедевр. И сегодняшний рецепт именно такой. Я обнаружил его в одной замечательной кулинарной книге под названием «Грудинка по-крестьянски». Не знаю, что это были за крестьяне, но, судя по рецепту, они явно не бедствовали. Я тут пока начну готовить, а про количество продуктов в конце скажу. Запанирую мясо в смеси муки, соли и черного перца. Нам надо будет его немного обжарить до появления румяной корочки. В оригинальном рецепте фигурирует говяжья грудинка. Но, по правде говоря, для этого любые отрубы с большим количеством соединительной ткани. Мякоть говяжек отлично подойдет для тушины. В результате битвенной тепловой обработки выделится много желатина и соусный говядок. Пока мясо подрумянивается, займемся нарезкой. Все примерно одинаковыми кудриками. 500 граммов лука, 250 граммов моркови, по 125 граммов корневого сельдерей и вареного копченого бекона. Еще нам понадобится 300 миллилитров темного пива. Вообще-то в оригинальном рецепте говорится параллель. Но когда я в первый раз его готовил, под рукой была только крушовица темная. Когда я в дальнейшем пытался заменить его на что-то другое, это только резко ухудшало результат. Поэтому в моем личном рейтинге в этом блюде оно забезло. Жалко, что здесь его не найти. Поэтому я попробую вот это. Мясо у нас уже достаточно зарумянилось, так что достанем его. На этой же сковородке нам нужно обжарить все остальное. Сначала выложим бекон и дадим сало немного вытавиться. Я готовил это блюдо дома и готовил на кухне друзей. Я готовил его в духовке и в русской печи. Я тушил его 2,5 часа и томил 6 часов. Результат радовал неизменно. Это, пожалуй, один из самых дуракоустойчивых рецептов. Абсолютно беспроигрышный. Нам нужна ароматическая поддержка для мяса. Сначала обжарим морковь и сельдерей. Мне бы хотелось их слегка прижать. И не жать им добавлять лук. Иначе морковь вместо обжарки начнет в большей степени сушиться в луковой соль. А сейчас мы добавим пару ложек сахара. Крестьяне из нашего рецепта использовали коричневый. Когда-то он был дешевый. Мы из тех же соображений вполне можем использовать привычный рефинированный. Естественно, сахаром аркулии и добавленный нами рафинат сейчас начнут каллинироваться. Как только произойдет, добавим лук. Дадим к луку немного обжариться. Пока достанем кастрюлю и откроем пиво. Ну, пожалуй, достаточно. Переложим к кастрюлю всю в красоту и зальем пивом. Слегка присаливаем. Выкладываем сверху мясо. Потом дойдем до кипения и убавим огонь до ниже среднего. Моя часть работы закончена. Обо всем остальном в этой кастрюле позаботятся законы физики и химии. Мясо хранится здесь еще 2-2,5 часа. А я могу заняться тем временем работой над очередным выпуском. Мясо хранится здесь еще 1-2,5 часа. Вот и все на сегодня. Понравилось? Ставьте пальцы вверх. Если вы до сих пор этого почему-то не сделали, подпишитесь на канал. Сейчас. И рекомендуйте меня своим друзьям. Вдруг я именно то, чего им не хватает в жизни. Ну, а я продолжу свою кулинарную пропаганду в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!